Важно не то, сколько ты сделал, а то, сколько любви ты вложил в это. Пусть самая скромная помощь, но с большой любовью. Мать Тереза. Эта мудрая мысль женщины, имя которой стало синонимом доброты и бескорыстной помощи, жизненная креда тех, кто посвятил себя воспитанию детей. Не обычных мальчишек и девчонок, а тех, кто лишён не только любви и заботы близких людей, но и, главное, здоровья. Речь идёт о коллективе Гайского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Воспитатели, няни, все, кто работает здесь, заменяют ребятам семью и дарят свою любовь. Секрет этого учреждения в том, что это учреждение богато своими людьми, своими традициями. Если мы посмотрим с вами по стажу работы специалистов, которые работают в этом учреждении, у всех стаж работы перевалил за 20 лет и более. Есть те, которые начинали с первых дней работы данного учреждения. Сегодня здесь проживает 424 воспитанника в возрасте от 4 до 18 лет и старше. Он рассчитан на 450 человек. В принципе, у нас есть небольшой запас мест, но на сегодняшний день 424 ребёнка, из которых 162 старше 18 лет. Это два отделения, которые, так скажем, пробные. Два отделения по программе «Молодые инвалиды». Это отделение социально-трудовой адаптации, где детей учат основным навыкам труда. Это уникальное учреждение. Во-первых, оно единственное в области. Во-вторых, рушит все стереотипы, связанные с заведениями подобного рода. По дороге в Гай я была уверена, что моё сердце будет рваться от боли и жалости к детям, которые живут за стенами интерната. Как же я ошибалась? После знакомства с коллективом, воспитанниками, осталось какое-то светлое, приятное чувство. Да, здесь живут мальчики и девочки с умственными недостатками, но они окружены заботой, хорошими условиями, с ними занимаются, учат адаптироваться в социальной среде. Вот так наоборот, да? Да. Вот видишь, молодец, здесь у тебя и ученица получится. Это мастерская. Здесь воспитанницы старших групп занимаются рукоделием. Под присмотром взрослых они вяжут носки и слитки, причем сами подбирают цвета и придумывают узоры. Девочки строчат на машинке ползунки для самых маленьких обитателей интерната. Мы полюбовались целой выставкой изделий, созданных юными рукодельницами. У нас дети вышивают и гладью, и крестиком, очень красивые картины вышивают. Каждый день у меня по часу урок, час длится. А так еще помимо они садятся, они очень любят и шить, и вышивать, и все, и прям бегут сюда в швейную. Они сами вот могут игрушки какие-нибудь, куколки там разные, вот поделочки. Детям, которые попадают в эти стены, ставится страшный диагноз – необучаемость. Но в чутких руках воспитателей интерната ребята в форме игры постигают азы письма, счета, учатся рисовать. Вот, например, под аккомпанемент стихов об осени, малыши старательно раскрашивают картинки об этом времени года. Дети имеют справку, что они необучаемые. То есть медицинская комиссия ставит, что он, ну не надо его обучать, нецелесообразно его обучать. Он все равно не будет учиться. Но он здесь делает первые шаги, учится. Ну пусть 8 лет он учится писать, пусть пишет. Детки занимаются, они занимаются и чтением, и письмом, и рисованием, и физкультурой. То есть согласно их степени развития, их готовности к обучению, готовится план учебный, развивающий. Комнаты, в которых ребята занимаются и играют, воспитатели оформляют собственноручно. Тематика преимущественно морская, цвета приятные, успокаивающие. Столько души вложено в эти картинки, фигурки для счета. А это интернет-класс, оборудованный по последнему слову техники. Операционная система Macintosh, специальная клавиатура, большие мониторы. Цель создания этого кабинета – формирование у воспитанников навыков использования компьютера, работы с информацией. Дети учатся находить все интересное для себя и охотно проводят время в интернете. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 13 октября нашему коллективу будет 8 лет, как мы существуем. Все рабочее время уходит на репетиции. Но, естественно, у нас тренировочная работа есть, без чего никакая хореография не имеет смысла. Значит, у нас половина рабочего времени уходит на тренировки, и потом мы ставим номера. А это младшая группа ангелочков – кнопочки. Когда мы смотрели их выступления, плакали. Чистые, светлые, милые. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И еще немного о творчестве. Из этических соображений мы не покажем вам этих талантливых мальчиков. Они преодолевают свой недуг, выражая себя через картины. Эрик рисует ногой. Рисует так, как не всегда сможет и здоровый взрослый человек. Сам придумывает сюжеты для своих произведений. Два года назад мы его рисунки отсылали в Оренбург. Он у нас диплом получил, завоевал место. Нам прислали диплом, что он, в общем, первое место получил. Саша рисует, держав вам мастера или кисточку во рту. Дети создают свой счастливый мир, стремятся проявить себя. Делимся на две команды. Раз, два, три, четыре. Первая команда. Раз, два, три, четыре. Вторая команда. Большое внимание в Угайском интернате уделяется физической подготовке. Обязательная утренняя гимнастика, спортивные развлечения, туристические слеты из секции. Все в игровой форме. Тщательно подходит здесь и к медицинской реабилитации. Медикаментозное лечение, ароматерапия, занятия на тренажерах, массаж, физиотерапия. У нас есть врач-педиатр, который делает назначение, и на основном назначении уже проводятся эти процедуры. Человек 5-7 в день получает процедуру. Полноценное пятиразовое питание с индивидуальным меню – залог здоровья. Это девиз местной кухни. Когда накрывали на столы, обоняние щекотали аппетитные запахи. А после различных процедур, игр, занятий, ребята приходят в уютные светлые спальни, чтобы отдохнуть. К сожалению, мир проживающих в интернате детей ограничен, и поэтому на территории взрослые создают для них сказку. Морской бриз, чудо-остров, веселая полянка – это мифические страны, по которым дети путешествуют. Качели, карусели, горки – большая часть этой картинки тоже сделана руками воспитателей. Есть здесь свой сад-огород. Каждую весну воспитанники высаживают овощи, цветы и даже соревнуются, у кого клумба красивее. Вот так живут в Гайском доме-интернате – уникальном социальном учреждении. Инвалид – он не инвалид, это просто другой человек, да? Он просто с другими возможностями человек, и все. Он не хуже, не лучше, он просто другой. И он не виноват в том, что он другой. И мы должны создать все условия для этого другого человека, чтобы он не чувствовал себя белой вороной. И если он получает профессию, если он уходит в жизнь, если он элементарно научился что-то делать, мы просто счастливы. Цель деятельности дома-интерната – комплексная медико-психолого-педагогическая реабилитация детей. Мы видим главной задачей не только напоить, накормить, спать, уложить, искупать, одеть, но и привить детям способность жить в среде, обслуживать себя, понимать основное, что ему нужно. 31 мая текущего года в Гайском детском доме работала выездная мобильная бригада аппарата президента Российской Федерации. Это тоже уникально для нашей территории, потому что именно Гайский детский дом для умственно отсталых детей был определен как стартовая площадка для работы. Десять человек обратились на прием, как и специалисты, так и родители тех детей, которые находятся у нас. И наши воспитанники обращались с различными формами и просьбами. Прекрасно там, где пребывает милосердие. Разве можно достичь мудрости, если не жить в его краях? Так сказал Конфуций. И герои нашего сюжета – наглядное подтверждение этой мудрости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова